всем привет вы на канале блондинка в испании сегодня блондинка находится в городе барселона вот мы приехали по делам на два дня но и успели посмотреть вот такую красоту конечно все я не снимала потому что все хотелось посмотреть своими глазами кусочек барселоны сегодня мы уже уезжаем ходим просто по центральной улице центральным кварталом и смотрим урбанистику очень красиво очень чисто как по мне очень даже безопасно смотрите какой красивый сквер небольшой хочу кстати сказать что барселона достаточно зеленый город я сравниваю побережье на котором мы живем кастабланка здесь каталония здесь именно барселона очень зеленая такая сочная природа так что-то нашел уже откручивает детальки вот так вот собираю тут себе мусор зеленый человечек идем это обычный спальный район барселона это не центральная улица мы центрально немножко сошли хотели посмотреть как же живут люди в барселоне город очень мультинациональный кого здесь только не встретишь просто честно говоря вчера вот мы гуляли по старой части по готическому кварталу обошли все бесплатные выставки всевозможные парки потому что в платных нужно брать заранее ситу пораньше за несколько дней чтобы попасть куда-то в музей либо в какой-то парк вот поэтому мы гуляли по такому маршруту бесплатному и хочу сказать что очень много разных людей и когда ты передвигаешься в общественном транспорте то немного устаешь от этого количества людей от этого количества разных культур глаза разбегаются и мозг напрягается и ты не отдыхаешь ну достаточно вчера мы много всего прошли ой какая красивая зеленая улица много вчера прошли поэтому может быть за этого сказывалась усталость сегодня мы уже не пошли в туристический район мы ходим по обычным кварталом это конечно центр тоже не скажу что это окраина но смотрите вот и шли мы и шли по обычной улице раз и такой зеленый сквер высокие деревья которые летом будут защищать вас от солнца сейчас весна еще все только распускается невероятно пахнет барселоне многие говорили что барселона своеобразно со своими запахами может быть старой части но вот здесь где новые кварталы пахнет светением очень хорошо красиво много студентов очень кстати много молодежи в общем мне барселона очень понравилось недостаток барселоны что здесь конечно дороже чем в наших краях здесь аренды дороже в кафе сходить дороже но есть все все что ты хочешь все все что тебе надо есть барселоне конечно увидеть это все своими глазами приехать хоть раз в жизни посмотреть я думаю что стоит я рекомендую барселону при том что вам хватит буквально два-три дня чтобы посмотреть чтобы узнать здесь много всего интересного ну вот мы приехали когда не жарко когда хорошая погода когда ты можешь гулять ты не устаешь от жары от немождения от туристов не так уж много сейчас туристов смотрите кстати как убираются в улице вот так вот и кстати первый раз вижу чтобы убирали веником до этого всегда машинка убирает либо такие у них пылесосики у нас такого там нет оба венидорами а здесь я думала что в испании вениками нет метод оказывается метод что-то здесь строится переходы меняется я хочу сказать что город очень современный все чинят все меняют фасады сохраняют какая-то красивая улица хотелось бы прокатиться но он ведь и по моему очень дорого так я уже здесь некоторые места узнаю потому что на второй раз барселу вот она огромная здания в общем красота красота люди интересные модные стильные красивые разношерстные интеллигентные хотя бывают разные честно говоря какой-то здесь преступности как говорили каких-то куча арабов негров я здесь не заметила может быть мы не были в тех районах опасных мы все-таки ходим по центру где все достаточно красиво архитектура замечательная архитектура конечно влюбляет барселона влюбляет на пляж мы так и не попали уже сегодня не попадем в принципе сейчас не сезон смотрите как выглядят такси такси барселоны черненькие желтенькие вот в таком стиле такси в принципе я думаю вам понятно кто мечтал хоть раз попасть и раздумывал ехать ли в барселону или нет скажу что ехать сейчас вам покажу вот этот интересный дом буду заканчивать потому что мы идем в кафе выпьем кофеек и будем возвращаться к себе уже домой замечательный город барселона думаю что мы еще сюда обязательно вернемся хотя добирались мы сюда почти пять с половиной часов но оно того стоит все увидимся на канале плантинка в испании адьос